Как мы уже не раз сегодня говорили, 7 июля день Ивана Купала, народный праздник восточных славян. До нас дошла веселая традиция обливаться водой в этот день, собственно... И всё. И больше ничего мы об этом не знаем. И с чем это связано, например, почему так происходит? Я вот даже не догадываюсь. Почему именно нужно водой, которая не выше 35 градусов, ты знаешь это? Нет. Я это придумал только что. Но, тем не менее, я думаю, Виктория Лазарева знает все подробности, все секреты от того, от чего пошёл этот праздник. И, конечно же, она сейчас нам поведает, да не одна, да вместе с гостем. Ну, рассказывай, вещай. Дочерь. Славянка. Да. Студия, доброе утро. Ещё раз. Рядом со мной находится сейчас Андрей Ермоленко, руководитель Центра славянской культуры. Он нам сейчас расскажет про праздник сегодняшний Иван Купала. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, откуда вообще пошёл праздник, почему именно 7 июля празднуют? Ну, этот праздник очень древний. Есть упоминания о том, что ещё 1300 лет назад этот праздник уже был на Руси. Единственное, что он праздновался в дни летнего солнцестояния. И почему 7 июля? До 1917 года 7 июля приходилось как раз на день летнего солнцестояния. Мы знаем, что в 1918 году, ровно практически 100 лет назад практически, у нас изменили календарь с Юлианского на Григорианский. И праздник летнего солнцестояния, он переехал на 22 июня. Но традиция в народе отмечать этот праздник 7 июля, ну, с 6 на 7 июля, да, он сохранился. Это один из самых весёлых праздников. Считается, что природа в это время достигает пика своего рассвета. Это самое тёплое время. Также есть такое поверье, что два раза в году вся вода на земле становится священной, то есть целебной, волшебной. Это на крещение зимой и на купалу летом. Поэтому, конечно, была такая традиция, что обязательно каждый человек, который хочет быть здоровым, молодым, красивым, он обязательно должен был искупаться. Самое высшее благо, когда человек купается под дождём. Потому что по традиции в день летнего солнцестояния всегда шёл дождь и идёт дождь. Поэтому было принято, что самое лучшее, это когда ты прям купаешься под дождём. Это считается благословением прям небес. Эта вода самая целебная. Но кто не успел искупаться под дождём, он обязательно купался в каком-то водоёме. Или набирали воду и выливали на себя. Единственное важное условие, человек должен босиком стоять на земле. Чтобы как бы заземлиться, чтобы вся дурная энергия ушла, а омоложение, обновление, очищение, оно вошло в человека и преобразило. Представляете, как здорово? Да, очень здорово. На самом деле погода располагает к дождику. Я думаю, сегодня у нас все искупаются по неволе. Расскажите, а почему Ивана купала? Ну, раньше на Руси празднули праздник Купалы. Считается, что это день летнего солнцестояния. Солнце как бы находится в самой верхней точке небосклона. Да, как бы в купале. Да, в купале, в купале. Но в 17 веке, так как был ещё праздник Ивана Претечи, решили синтезировать и создать как бы такой интегральный праздник, который объединит и славянскую традицию ведическую, да, и христианскую. Получилось, что совместили два праздника. Получилось, что Купала стала Иваном. Вот такая традиция с 17 века повелась. Скажите, а помимо вот обливаний, какие-то есть ещё традиции у этого праздника? Ну, конечно, в это время девушки искали свою вторую половинку. Они плели венки. Венок вплетали желание, намерение, образ о том, какого молодого человека они хотят видеть, да, и потом пускали по реке жизни. То есть река, она листворяет как бы реку жизни. Пуская венок по реке жизни, они призывают свою жизнь, вторую половинку. Ну, и, соответственно, это делалось обрядово, когда собиралось очень много людей, и молодых парней, и девушек. Вот, и молодой человек мог присмотреться, где вот его девушка, которая ему приглянулась, плывёт её венок, и забежать в речку, поймать её и принести к ней. И если ей люба, она могла этот венок одеть ему на голову. Вот, если нет, то, значит, нет. Он шёл и обратно пускал этот венок по реке жизни, чтобы другой молодой человек притянулся к ней в этом году. Вот такая традиция тоже была. Также в это время жгли костры, потому что костёр, он листворяет как бы солнце. Солнце, которое находится в самом зените своего рассвета. И поэтому, что происходило? Ночью, когда солнце уже вроде зашло, разжигали костры, символизируя тем, что всё-таки сила солнца, сила света побеждает тьму. И поэтому в Купальскую ночь вообще-то было принято не спать. Было такое поверье, что кто спит в Купальскую ночь, тому век счастья не видать. Поэтому обязательно от заката до рассвета жгли костры, чтобы было светло и тепло, как днём. И в это время люди водили хороводы вокруг костра, прыгали через костёр. Это огненное очищение. Самые смелые могли даже по углям пройти. И мы ежегодно это делаем. Мы ходим по углям, прыгаем через костёр, потом купаемся в озере, в реке. Это очень здорово. Ничего себе. Скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то правила, как нужно обливаться, ну вот сейчас уже в современном мире? Но лучше всего это делать на природе. Потому что природа, она как бы обновляет человека, обновляет его энергетику, силу. Лучше всего купаться под дождём, это самая живая вода, или купаться в открытом водном источнике. Если вы будете обливаться в городе, то желательно что сделать? Стать босиком на землю, чтобы было заземление, чтобы энергия с водой, потому что вода, она очень хорошо проводит через себя жизненные силы. И таким образом, когда льётся вода, вся дурная энергия смывается, а живая сила земли, она входит в человека. Вы хотите попробовать? Конечно, давайте. Я уже разулась, я уже готова. Так, ну что ж. Мы здесь набрали живой водицы. Дана водицы, живая единица. Я тебя из рога лью. Дану матушку молю. Силой наполни, выпустили. Ты готова? Ну всё, всё, бумага накупала. Ура! Студия передаёт вам слово, а это я запасла для вас, ребята. Всё, я пошла, пошла. Ура! Ура!